Всем привет, меня зовут Азат, это канал Автосправочная. Я напомню, что на сегодняшний день, согласно действующим требованиям техрегламента Таможенного Союза, установка непредусмотренных конструкций элементов на автомобиль, либо наоборот удаление предусмотренных конструкций деталей, считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства. В последнее время автоинспекторы начали проводить рейд, выявляя подобные незаконные доработки и тюнинг. В частности, один из последних рейдов прошел в республике Мордовия 27 апреля 2023 года. Тогда в столице региона, в городе Саранск, автоинспекторы останавливали автомобили, которые как раз-таки оснащены нештатным тюнингом. В частности, вот в госавтоинспекции Мордовии показали фотографии с этого рейда. Вы можете видеть на первой фотографии то, что в картах дверей встроены огромные динамики, которые явно не предусмотрены конструкцией. На втором фото вы видите автомобиль Газель с нештатным светом на крыше. Здесь автомобиль ВАЗ-2104. Здесь я, честно говоря, даже не знаю, в чем может быть изменение конструкции. Подозреваю, что внимание было обращено либо на дворник, который находится в вертикальном положении, либо на замененный задний бампер. Что же здесь, по мнению ГИБДД, стало изменением конструкции, вы можете поделиться в комментариях. Будет интересно почитать. Следующее вы видите фотографию автомобиля УАЗ. Судя по всему, это буханка. И посмотрите, как доработана передняя оптика этого автомобиля. И последнее фото, опять еще одна Газель, у которой на крыше установлена целая люстра. Если обратить внимание, стоят 4 прожектора, а также стоит огромная светодиодная балка под ними. Естественно, все это считается незаконным изменением конструкции транспортного средства. Я напомню, что в случае выявления подобных нарушений, они подпадают под статью 12.5 КОАП РФ. В данном случае штраф составляет 500 рублей. В ходе проведения рейдовых мероприятий отдельное внимание сотрудников полиции уделяется выявлению нарушений, связанных с незаконным внесением изменений в конструкцию, нанесением тонировки, несоответствующей требованиям госстандарта, установкой газобаллонного оборудования, не зарегистрированного в установленном порядке, дополнительного акустатического оборудования в транспортном средстве. Всего за несколько часов проведения мероприятия сотрудники ГИБДД Мордовии уже выявили десятки нарушителей ПДД, рассказали в ведомстве. Я напомню, что изменение конструкции транспортного средства необходимо на сегодняшний день узаконить путем обращения в ГИБДД и в аккредитованную лабораторию. В противном случае грозит штраф по упомянутой ранее статье 12.5. Кроме того, сотрудники ГИБДД могут выписать требования сотрудника полиции об устранении выявленных нарушений. Если же конструкцию транспортного средства после этого не узаконить, либо не привести в стандартное состояние, то это грозит прекращением регистрации в ГИБДД. Вот такая вот информация. А если вам нужна помощь в регистрации изменений конструкции транспортного средства в ГИБДД, вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видео. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Проводятся ли подобные рейды в ваших регионах? Сталкивались ли лично вы с ними? Если у вас такие изменения конструкции, эта информация и своим опытом вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем удачи!